Они молоды, энергичны, бескорыстны и готовы оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Оглядывая концертный зал Дворца культуры города Видное, понимаешь, таких людей в Ленинском городском округе очень много. Все они участники молодежного форума «Волонтеры-2021». Ольга Олеговна, здравствуйте. Меня зовут Айбек, я из волонтерского корпуса Ленинского района. Вы оставляли заявку на помощь. Задача таких форумов – подвести итоги работы за год, обменяться опытом, а также поблагодарить тех, кто особенно плодотворно потрудился. Благодарственные письма главы Ленинского городского округа в этот день получили более 30 волонтеров. Среди награжденных – преподавателем БО «Энергия» Наталья Обухова. В течение двух лет она бескорыстно помогает медикам и пожилым жителям униципалитета. Приятно было очень, конечно, так волнительно. Со сцены было сказано очень много таких добрых слов, благодарности всем людям. То есть смотришь, кто вокруг тебя, восхищаешься, понимаешь, что есть еще к чему стремиться, и что помощь нужна все равно и будет нужна. А заместитель директора Витамской школы номер 10 Александр Афанасьев получил награду за труд всего волонтерского отряда, состоящего из 30 юных добровольцев. У нас четыре направления курируемой работы. Первое – это экологическое воспитание. Мы принимаем активное участие во всех экологических мероприятиях района. Собираем макулатуру, крышки, батарейки. Помогаем нашему приюту для животных. Это надо воспитывать как норму с самого детства. Когда мы учимся помогать другим окружающим с юных лет, потом во взрослом, это становится той нормой, которой нам, к сожалению, в обществе сейчас не хватает. Также на форуме были подведены итоги конкурса школьных средств массовой информации, организованного по инициативе общественной палаты. А затем волонтеры дали старт вручению новогодних подарков, собранных в ходе акции «Исполнить детскую мечту». Напомним, что еще в ноябре главный Дед Мороз округа собрал 82 письма с новогодними пожеланиями от детей с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо большое еще раз. Приятно, что заботится о наших детях с инвалидностью. Это очень приятно. Подарки для ребят вместе с Дедом Морозом собирали депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, депутат Московской областной думы Владимир Жук, глава округа Алексей Спаский, заместители главы администрации, муниципальные депутаты и предприниматели. Все новогодние презенты будут вручены адресатам в самое ближайшее время. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.